У меня другой вопрос. Я видел выступление руководства молдавской полиции. Руководство молдавской полиции говорит, что качество видео было плохое. Основное количество видео было в ночное время суток и так далее. Ребят, я уже очень много лет говорю, что мы должны прийти к власти и добиться того, чтобы начинали систему безопасности государства выстраивать не с увеличения количества камер для замера скорости. То есть, как собирать деньги с населения? Ребят, нужно признаться, охуенно видно и днем, и ночью, включая лицо водителя. А камеры для безопасности страны? Ребят, камеры для безопасности системы безопасности государства не имеют ничего общего с камерами для замера скорости. Да, они могут совмещать эту функцию. Но не для того, чтобы вам домой отправлять штрафы, а для того, чтобы выявить из потока автомобиль, который с удвоенной скоростью движется по одной магистрали, заезжая в какой-то населенный пункт, где кто пересаживается, в какую машину скрыть. Вы поймите, если бы сегодня у нас было достаточное количество видеокамер, одни бы боялись совершать преступление, а те, которые бы их совершали, очень быстро были бы пойманы. Может быть, и уничтожены. Вот какие нам нужны сегодня видеокамеры. Сегодня у нас, я не слышал больших достижений, много лет говорят, что вот есть, вроде уже купили лабораторию ДНК. Значит, я не слышал никаких достижений в этом области. Может, они есть, руководство полиции пусть выйдет, про них расскажет. Хотя это вопрос не только полиции, это вопрос и прокуратуры, и Министерства юстиции и так далее. Значит, ребят, какую систему безопасности мы можем ждать сегодня от ПАЗ, если они не в состоянии были до сих пор перед таможенными пунктами пропуска организовать души и туалеты для сотен автомобилей, которые многие часы, а иногда дни и ночи проводят в очередях, для того, чтобы дождаться с очередью, чтобы выехать из Молдовы.